Друзья, приветствую! Дмитрий из Петербурга прислал очередную посылку. В данной посылке образец масла Ноус Альфа. К сожалению, как я понимаю, что данная рецептура уже не актуальна. Это дополнительный образец. Первые образцы я проверял с пробега 5100 километров, а этот образец пробега 10800. Проверка прогноза и вообще. Так, вот такой образец. Эталон. Понятное дело, что есть, поэтому сразу проверю этот образец. Покажу вам прогноз после этого пробега и покажу вам прошлый прогноз. Может быть, кто-то не видел. Так, это Range Rover Sport 2012 года с трехлитровым дизелем. С чипом EGR отключен. 300 сил. Пробег на автомобиле 259 практически тысяч. Пробег на масле 10800 при средней скорости 32 километра в час. Это 337 моточасов. Был долит 1,7 литра масла. Ну и смотрите, какой результат. Противоизносных присадок 72 процента. Неплохо. Гликоль две десятые. Непонятно. Нитрование. Сажи 0,38 для этого пробега. Ну, неплохой результат, учитывая город в основном. Здесь смешанный режим. Дмитрий живет за городом. Так, смотрите. 3,38 это у нас кислотное и 7,3 щелочное. В принципе, и по воде все нормально. Запас еще у масла приличный. Ну, хотя здесь доливка такая существенная была. Вот. Как бы вопросов нет. И я смотрю, этот мотор так очень-очень лоялен, конечно, к маслу. Были тесты и мобила с этого мотора. То есть, отлично он как-то настроен, приспособлен. Не знаю, как сконструирован. Вот. И тем не менее, даже несмотря на расход, значит, показывает отличные результаты. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Практически 350 моточасов. Около 11 тысяч километров. И посмотрите, вязкость стоит на месте. Есть минимальное загущение, но это, скорее всего, от ЕГР отключенного. Чуть-чуть не хватает топлива охлаждения. Чуть-чуть. Ну, на этом, этим можно, я считаю, пренебречь при таком, при таком пробеге. То есть, там, я не знаю, процент загущения. Ничего такого страшного. Ну, вязкость стоит. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. И вот, пожалуйста, первый прогноз был после 5100 километров. 850 моточасов, 23000. И прогноз данного образца 22000 километров. Здесь чуть, по-моему, ниже средняя скорость, но существенная на 170 примерно моточасов ресурс самого масла ниже. Ну, большая разница. Я стал выяснять, списывался с Дмитрием. И он мне в итоге, да, рассказал, что была проблема с мотором. Какой-то узел, какая-то крышка, по-моему, вышла из строя. Был даже аварийный режим. Машина попала в аварийный режим, ограничивала мощность. Ну, я считаю, что, скорее всего, с этим и связано. То есть, что-то нештатное было, что-то куда-то попадало или перегревалось, не знаю. Но, тем не менее, значит, ресурс масла сократился, несмотря на вот такую существенную доливку. То есть, здесь можно сказать, по большому счету, прямая аналогия как с человеком. Человек заболел, кровь имеет совсем другие показатели. У него там лейкоциты, элитроциты. Так, я не медик, но, тем не менее, значит, уже кровь совершенно другая. Здесь та же самая картина. Вот мы видим, что ресурс масла ограничился, пошли какие-то процессы окислительные, более активные. И это отразилось на прогнозе, на общей картине. Дмитрий, если посчитает нужным, он может в комментарии там рассказать, что у него произошло конкретнее. К сожалению, здесь много образцов у меня и я уже, наверное, месяц назад с ним переписывался. Поэтому, честно говоря, выскочило из головы много информации. Так что, прошу прощения. Ну, а так, масло крепкое. Сами видите, 850. Хотя и мотор, надо отметить, какой-то супер лояльный к маслу. Вот. Ну, это и видно, кстати, и по вязкости, что никаких проблем нету. Нету льющих форсунок. Достаточно сажа на премиум уровне, тридцать восемь сотых всего на таком пробеге, учитывая смешанный режим. То есть, все прекрасно. Вот. Чип не портит, не заливает, ничего. Ну, есть минимальное загущение, но все-таки EGR отключен. Вот. Я считаю, что отличный результат. Прекрасное было масло. Для этого допуска. Опять бы пять. Вот такой получился тест. Благодарю Дмитрия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.